Каталонцы организовали и провели референдум о независимости своей провинции. Но факт остается фактом. В одной из крупнейших и богатейших провинций европейского государства сепаратистские настроения столь сильны, что ни аресты, ни резиновые пули, ни слезоточивый газ не смогли удержать сотни тысяч человек дома в день голосования на референдуме о независимости Каталонии. Референдуме, хоть и нелегитимным с точки зрения европейского законодательства, но все равно не идущим ни в какое сравнение с организованными Кремлем голосованиями на оккупированных украинских землях в Крыму и на Донбассе. В том же Крыму так называемый референдум проводился оккупантами с целью придать видимость хоть какой-то законности вторжению на чужую территорию. Каталонцы же голосовали сами по себе. Никакая другая страна не вторгалась в эту испанскую провинцию и не диктовала свои условия местным Кабмину и парламенту. Так что каталонцев, в отличие от тех же крымчан, что приняли участие в фейковом референдуме, нельзя обвинить в сотрудничестве с оккупантом. Кроме того, в отличие от наспех придуманных кремлевскими политехнологами народов Донбасса и Крыма, каталонцы – настоящая нация со своим языком, традициями и культурой. И для многих в Каталонии стремление к независимости – это реализация права на самоопределение нации, настоящего самоопределения, а не вымышленного, как в марионеточных псевдореспубликах Донбасса или Приднестровья. Идеологи каталонского сепаратизма говорят, что их народ имеет такое же право на свое национальное государство, как и грузинский, чешский, украинский, да и любой другой. И они отчасти правы – каталонских сепаратистов действительно корректнее сравнивать с активистами народно-освободительных движений дореволюционных времен, чем с коллаборантами, для которых независимость – лишь способ продать себя подороже очередному оккупанту. Но другая часть правды состоит в том, что без согласия Мадрида настоящей независимости не будет. И согласия этого лучше добиваться мирным путем, если это еще после уже пролитой крови возможно.